Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Не так давно в компании Амаркетс появился новый уникальный индикатор, который называется SOT. Название его переводится как «Обязательство трейдеров» или, говоря простым языком, их позиции на данный момент. Чтобы получить информацию для анализа от этого индикатора, необходимо войти в личный кабинет на сайте компании Амаркетс и выбрать раздел «Сервисы», «Сотиндикатор». На данной странице у вас будет описание работы данного инструмента, а также диаграмма с информацией по валютным парам. Нужно отметить, что данная информация является наиболее достоверной по сравнению с другими подобными инструментами, так как эти сведения предоставляются официальным регуляторам США, а именно Федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами. Информация публикуется каждую пятницу в виде специального отчета, который показывает соотношение длинных и коротких позиций по состоянию на прошедший вторник. Наблюдение за тенденцией, которое отражает изменение соотношения сил продавцов и покупателей, крайне полезно для того, чтобы определять глобальные рыночные тренды и те направления, в которых держат позиции крупные игроки рынка. Итак, в окне индикатора вы можете выбрать валютную пару, а также период отображения данных. Рекомендуется использовать преимущественно недельные и месячные интервалы, так как большие таймфреймы требуют и гораздо дольшего удержания открытых позиций. Под графиком указан временной промежуток, за который будут выводиться сведения о позициях участников рынка. Теперь переходим к самому содержанию окна индикатора. Там может находиться три линии. Первая называется Open Interest, что означает общее количество сделок, открытых трейдерами, независимо от того, на покупку или продажу они открыты. Этот показатель является довольно важным, так как позволяет определить волатильность по той или иной валютной паре. Чем больше открытых позиций, тем больше будет волатильность и размер ценовых движений. И тем более пристальное внимание нужно уделять данному инструменту. Следующая линия, которую можно нанести на график, называется Leverage Funds Longs и показывает общее количество позиций на покупку, которые открыты крупными участниками рынка, например, хедж-фондами, банками и проб-трейдинговыми компаниями. Аналогичным образом строится и вторая линия Leverage Funds Shorts, только отражает она, как следует из названия, количество позиций на продажу. Разница между этими двумя важнейшими показателями видна в разделе Leverage Funds Spreads, расположенном под окном индикатора. Данные индикатора SOT используются для того, чтобы обнаружить экстремальные значения объема совокупной длинной или короткой позиции, что может говорить о приближающемся развороте рынка. Также с помощью отчета SOT можно отследить сигналы расхождения индикатора и цены базового актива. Особенность данного индикатора состоит еще и в том, что он измеряет настроение участников рынка только на длинных временных интервалах, и поэтому может быть использован для долгосрочных операций. Подводя итог, хотелось бы еще раз отметить, что это крайне полезный инструмент для определения глобальных тенденций на рынке, и может быть и полезен не только при открытии долгосрочных позиций, но и для принятия торговых решений в течение торговой сессии. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!